Океания Есть мнение, что Океания – это отдельная страна. Так ли это? Океания – это регион в Тихом океане, представляющий собой скопление островов и архипелагов в центральной и западной частях Тихого океана. Границы Океании условны. Принято считать, что западной границей является остров Новая Гвинея, а восточный – остров Пасхи. Термин «Океания» впервые употребил датский географ Конрад Мальдбрюн в начале XIX века. Единой истории и культуры Океании в общем-то нет. История Океании – это история народов Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Фиджи и других государств региона. Исследователи утверждают, что первые люди на острове Новая Гвинея и близлежащих островах Меланезии прибыли из Юго-Восточной Азии примерно 30-50 тысяч лет назад. К началу XVI века народы Океании переживали период разложения первобытно-общинного строя. Активно развивались ремесла, сельское хозяйство, мореплавание. Из материальной культуры в Океании в тот период были представлены статуи Муаи на острове Пасхи и письменность Ронго-Ронго. Но при этом в Полинезии отсутствовали, точнее была утрачена, керамика и искусство плавки металла, а также лук со стрелами. В XVI-XVIII веках шло изучение островов Океании европейцами. Постепенно они начали заселять эти острова. Считается, что начало европейской колонизации в Океании положило путешествие Фернана Магеллана в XVI веке, когда он достиг Малукских островов. До начала XVII века Океания осваивалась испанцами и португальцами, которые принесли туда христианскую религию. Постепенно на этих территориях появились голландцы, англичане и французы. В XVIII-XIX веках происходили разделы территорий островов Океании между Британской империей, Испанией, Францией, США, Японской и Германской империями. Благодаря усилиям европейских исследователей к XIX веку многие острова Тихого океана были отмечены на картах. Однако процесс европейской колонизации шел очень медленно, так как регион не вызывал особого интереса из-за отсутствия природных богатств. Интерес вызывала возможность создания на островах плантации кокосовой пальмы для производства копры, сахарного тростника, а также работорговли. В середине XVIII века Витусом Берингом было открыто и исследовано северо-западное побережье Америки, пролив между Чукоткой и Аляской. И российские купеческие компании до конца XVIII века организовали около 90 промысловых экспедиций в Тихий океан. В 1799 году императором Павлом I была учреждена российско-американская компания, просуществовавшая до 1867 года. Она занималась административными вопросами и торговлей на Аляске и в Тихом океане. Есть особенность всех состоявшихся российских путешествий в океане – взаимное дружелюбие в истории встреч русских и народов Тихого океана. В Тихом океане даже есть атоллы и острова, названные в честь Суворова, Кутузова, Лисянского, Белинсгаузена, Риф-Крузенштерна и так далее. В XIX веке российский этнограф Николай Миклуха-Маклай изучал коренное население Юго-Восточной Азии, а также Австралии и Океании. Его научные труды внесли значительный вклад в развитие знаний европейцев о культуре и быте народов Океании. В период Второй мировой войны Океания была одним из театров военных действий, где произошло множество сражений между японскими и американскими войсками. Например, битва у атолла Мидуэй в 1942 году была важным событием в войне в Тихом океане. С 1960-х годов здесь постепенно начался процесс деколонизации. В 1962 году независимость получила западная Самуа, в 1963 году – западный Ириан, в 1968 – Науру. Впоследствии большая часть колоний в Океании стала независимыми странами. Но некоторые из них до сих пор находятся под контролем Франции или Соединенных Штатов Америки. Таким образом, действительно, история многих стран Океании связана с колониальным прошлым. Документальное фиксирование истории в этом регионе начинается лишь с появлением европейцев. Научное изучение региона также связано с европейскими странами. Культура и быт стран Океании уникальны. Несмотря на то, что на многие из них повлияла европейская культура и языки, аутентичность национальных традиций, костюмов, искусства этого региона сохранилась до наших дней. Субтитры создавал DimaTorzok